МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Будущее начинается здесь. С РФТИ прошел день открытых дверей. Краса Россия и итоги областного фестиваля подвели в художественные галереи. Самый добрый календарь завершился фото-проект приюта для безнадзорных животных, зато верный друг. Далее расскажем обо всем подробно. Заметает зима полумесячную норму осадков. Синоптики прогнозируют на ближайшие дни. Снегопад, начавшийся в пятницу, продлится до начала следующей недели. Плюс есть прогноз ледяного дождя, возможно, падение деревьев. В связи с этим глава города Алексей Сафонов провел совещание с руководителями МУПов. Сотрудники центра ЖКХ выходят на работу в субботу и в воскресенье по ситуации. Сотрудники ДЭП формируют ночные смены на все выходные. Запланированы уборочные работы и на утро понедельника. Саровский физтех распахнул свои двери для школьников. Будущие абитуриенты познакомились с вузом, пообщались с преподавателями и студентами, побывали на обзорные экскурсии по институту, лабораториям и кафедрам. Завершили день открытых дверей чаепитием. На какой балл нужно сдать все экзамены, как и когда правильно подавать документы в приемную комиссию и, главное, какой вуз и факультет выбрать. Эти и десятки других вопросов роятся в головах старшеклассников по мере приближения выпускных экзаменов. Ответить на них помогает Саровский физтех. Два раза в год он проводит Дни открытых дверей, где школьников знакомят с вузом, его педагогами и студентами. Мне хотелось бы узнать, какие вообще здесь есть специальности, что расскажут, что покажут, чему научат. Интересна техническая база вообще, в принципе, что здесь есть. Вообще очень много ожиданий. Хочется узнать побольше о студенческой жизни. Я еще в 10 классе и только выбираю, куда поступать, какой вообще институт, что. И очень бы хотелось увидеть эту студенческую жизнь изнутри. Узнать, какая атмосфера в коллективе студентов и как проходят учебные моменты и что входит вне обучения. С РФТИНИ ЯОМИФИ реализует 21 направление подготовки и 37 образовательных программ. Сегодня в вузе 6 факультетов и около 1200 студентов. Средний балл в этом году 69. Небольшой экскурс о жизни института, его достижениях, направлениях работы, научной деятельности для школьников провела руководитель Саровского физтеха Анна Сироткина. Мы взяли такое правило саровских школьников, выпускников саровских школ, также селить в общежитии. Чтобы вы попробовали будущую жизнь взрослую. И если вам хочется почувствовать себя взрослым человеком, побыть в таких студенческих тусовках, которые проходят в общежитии, то добро пожаловать. Затронули на встрече и вопрос дальнейшего трудоустройства. Ежегодно около 90% выпускников вуза идут на работу в ядерный центр. С третьего курса студенты начинают знакомство с будущим рабочим коллективом и обязанностями, проходя практику на градообразующем предприятии. О перспективах работы в РФИАЦ в НИЕФ ребятам рассказал Евгений Михеев, выпускник института, начальник отдела подбора и комплектования персонала. Здесь уникальность в том, что здесь у нас созданы 10 кафедр, которые кажутся соответственно направлению деятельности Российского федерального ядерного центра. То есть, приходя на ту или иную кафедру, выбирая предприятие, направление подготовки, вы заблаговременно уже выбираете тот спектр подразделений, куда вы можете прийти и будете востребованы. Также для гостей провели экскурсию по институту, лабораториям и кафедрам, познакомились с преподавателями. Елочка «Живи!» природоохранная акция стартовала в регионе. В предновогодний период вводится режим усиленной охраны хвойных молодняков, который продлится до 31 декабря включительно. Приобрести живую елку без ущерба для природы можно в каждом лесничестве. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Эпидемия свиного гриппа может накрыть Нижегородскую область зимой, считают инфекционисты и эпидемиологи. Эпидемия в нашем регионе не исключена, однако она не приведет к катастрофическим последствиям, считает зав. кафедра инфекционных болезней ПИМО Виктор Краснов. При этом подхватить вирус может человек любого возраста, однако дети переносят болезнь хуже. Инкубационный период может длиться от 12 часов до недели, после чего приходят привычные признаки гриппа – высокая температура, боли в голове, слабость, кашель и заложенность носа. Специалисты советуют гражданам с характерными симптомами не выходить из дома, а если такой возможности нет, пользоваться маской и антисептиками. Более 1100 жителей Нижегородской области отправили на прохождение срочной военной службы в рамках осенней призывной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Так, на заседание призывных комиссий в регионе прибыли свыше 8 тысяч граждан, из которых призвали полторы тысячи человек. От срочки выдали более пяти тысячам нижегородцев, при этом большинство отложили службу из-за получения высшего или среднего профессионального образования. Еще 400 человек были призваны негодными для армии. По состоянию здоровья освобождены примерно 2000 мужчин. Ни один призывник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции или в горячие точки, сообщил военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов. В Сарове работают два центра приема гуманитарной помощи. Если вы хотите передать участникам специальной военной операции бутилированную воду, предметы быта, вязаные носки и шапки, балаклавы, одноразовую посуду, перевязочные материалы, их следует отнести по адресам. Улица Пушкина, дом 24А, волонтерский центр «Радость моя», улица Шверника, дом 11. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию муниципального штаба «Мы вместе» 9-91-13. Новый год – время надежды, чудес и волшебства. Красочный календарь с обитателями городского приюта «Зато верный друг» станет отличным подарком для вас, ваших друзей и близких. А главное – это шанс на жизнь для всех безнадзорных животных. Шанс на то, что однажды они услышат «Пойдем домой». К съемкам для этого календаря животных готовили профессиональные грумеры – мыли, стригли, причесывали. Потом хвостатые звезды позировали в студии перед фотографами. Поэтому традиционный календарь благотворительной организации «Зато верный друг» получился ярким, стильным и красивым. Он станет отличным подарком друзьям, знакомым и коллегам. А приобретая его, вы вместе с этим сделаете подарок еще и пушистым обитателям саровского приемника. Стоимость календаря – 1000 рублей. Все средства от продаж идут на содержание и лечение животных, которые находятся под нашей опекой. Сейчас на данный момент их более 150 животных. На содержание животных ежемесячно требуется порядка 70 тысяч рублей. И это без учета так называемых тяжелых случаев, когда кошку и собаку необходимо лечить и восстанавливать после истощения на улице или жестокого обращения хозяина-живодера. Суммы удается собирать благодаря отзывчивости сыровчан. И зимой такая помощь особенно необходима. Когда наступает холода, животных становится просто огромное количество. Если летом они могут как-то еще выживать на огородах, во дворах и так далее, зима – это катастрофический период для животных. И по статистике выживает не больше 20% животных, которые остаются на улице. Особенно не просто зимой котятам и щенкам. Волонтеры по возможности забирают их с улиц в приемник или на передержку. Спасти жизнь животных можете и вы, приютив одного из них или сделав пожертвование в благотворительную организацию «Зато верный друг». Теперь, когда в продажу поступил красочный календарь на следующий год, сделать это еще проще и приятнее. Хочу сказать большое спасибо всем, кто участвовал в создании этого календаря, фотографам, грумерам, тем, кто верстал этот календарь, тем, кто его печатал. Работа была добровольная и абсолютно бесплатная. То есть в создание этого календаря люди вложили свое время, свой труд. Приобрести календарь можно через волонтеров организации «Зато верный друг», а также в точках продажи. Все адреса и телефоны есть в группе «Зато верный друг» ВКонтакте. Третий областной фестиваль «Краса России» подошел к концу. В этом году участники из Сарова, Дзержинска, Нижнего Новгорода, Ордатова, Навашина и Темникова представили более ста работ в номинациях «Современный костюм», «Этнографический костюм», «Кукла в народном костюме». Больше месяца экспонаты радовали жителей города в художественной галерее. Он словно само солнце, столько в нем ярких, пестрых цветов и так гармонично они сочетаются. Народный костюм южных удмуртов – самый любимый в коллекции Натальи Климовой. Мастерица воссоздает наряды, которые в старину носили наши предки. Часть своей богатой коллекции Наталья Владимировна представила на Третий областной фестиваль «Краса России» в номинации «Этнографический костюм». Я старалась все-таки выбрать костюмы, которые сшиты в нашей нижегородской традиции. Но я не могу похвастаться точным исполнением, потому что у меня нет возможности изучать. Во-первых, очень сложно, у меня в руках не было настоящего костюма, чтобы его точно скопировать. Но тем не менее, достаточно информации сейчас, чтобы такую копию сделать дома самостоятельно любому человеку. Жюри по достоинству оценила коллекцию Натальи Климовой и присудила ей гран-при фестиваля. Экспонаты всех участников оформили выставку, которая около месяца радовала горожан в художественной галерее. Многообразие узоров и красок. Фестиваль собрал более ста работ в номинациях «Современный костюм», «Этнографический костюм» и «Кукла в народном костюме». География мероприятия расширяется. В этом году в нем участвовали не только соровчане, но и гости из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Ордатова, Навашина и Темникова. Вы знаете, фестиваль получился. Я этому очень рада. На самом деле стояла когда-то у истоков, когда его организовывали. И, в принципе, каждый из фестивалей по-своему был дорог. Но этот особенный, он у нас областной, соответственно, ответственности больше. И все люди, которые к нам приехали из разных городов, естественно, привезли очень хорошие работы. Мы отбирали, мы выезжали на места. «Краса России» – уникальная культурная площадка, которая помогает жителям Сарова и других регионов познакомиться с народным костюмом во всем его культурном многообразии. Здесь опытные и начинающие мастерицы обменивались знаниями, опытом, макунулись в атмосферу единения людей, по-настоящему увлеченных и любящих культуру родной страны. Сегодня завершается наш фестиваль. Но выставка наша не заканчивается. Вы все можете посещать еще ее очень долго, в течение месяца, если я не ошибаюсь, до конца новогодних каникул. Поэтому я приглашаю всех вас посетить экспозицию нашей выставки еще раз со своими друзьями, семьями, классами. Приходите к нам, мы будем очень рады вас видеть. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Хор Капель детской школы искусств выступил на первом городском открытом фестивале конкурсе хорового исполнительства «Музыка с тобой навсегда». Коллектив исполнил два произведения – русскую народную песню «Вополе береза» и современную композицию «Дождик» и удостоился высшей награды. Детский хор Капель много репетировал и оттачивал вокальное мастерство, чтобы достойно выступить на конкурсе «Музыка с тобой навсегда» в Нижнем Новгороде. Коллектив рассчитывал занять достойное место, но результат превзошел все ожидания девочек и педагога. Мы не совсем были готовы к тому, что мы займем гран-при. Мы думали, мы там первое место займем. Ну, вдруг, конечно, второе, но мы думали, конечно, на первое место стремились к нему, но заняли гран-при. Мы не зря, получается, трудились, мы заняли гран-при. У меня большая радость, счастье, эмоции просто не передать словами. Так тепло на душе становится, когда все рассказывают. Вот, у меня, я прям веселилась от радости. Это все так тепло слушать. По инициативе Нижегородской хоровой школы «Жаворонок» в концертном зале Университета Лобачевского прошел первый городской открытый фестиваль-конкурс хорового исполнительства «Музыка с тобой всегда». В средней возрастной категории приняли участие 15 вокальных коллективов. На сцене выступили хоры из Нижнего Новгорода, Бора и Москвы. Саровский детский хор «Капель» исполнил два произведения – русскую народную песню «Вополе береза» и современную композицию «Дождик». Оценивали конкурс на выступление высокопрофессиональные жюри. Председателем жюри была профессор Московской консерватории, художественный руководитель детского хора «Весна», преподаватель Московской хоровой школы «Весна» Надежда Аверина. Для хоровых дирижеров это очень известное имя. Она является одним из лучших хоровых детских дирижеров страны. По мнению педагога Анастасии Ерофеевой, на Нижегородской сцене девочки выложились на максимум. По ряду причин на конкурсе выступал неполный состав «Капеля». Но это не помешало детскому хору завоевать высшую награду в своей возрастной категории. Причем для хора это первое гран-при, которое они взяли на живом выступлении. Дети справились с поставленными задачами, и мы получили большое, огромное удовольствие. И вот результат не заставил себя долго ждать. Мы очень счастливы и горды, что получили в нашей возрастной именно категории гран-при. Это первое наше гран-при на живом конкурсе. Конечно, это счастье для нас, и очень почетно получить такую награду. Анастасия Ерофеева получила диплом за хормейстерское мастерство. Детский хор «Капель» пригласили на декабрьские вечера в город Арзамас. Сейчас девочки готовятся к концерту, который пройдет 15 декабря. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»